итак ребята всем привет сегодня очередной у нас челлендж как вы знаете на по предыдущему выпуску у меня появились я даже не знаю как их назвать критики которые осуждают меня что я снимаю неправильно чищу неправильно в общем все-все-все чистили мы в прошлый раз советские монеты именно алюминисты бронзу это золото партии результат шикарный все получилось хорошо если интересно можете посмотреть предыдущий выпуск хочу сказать что после этого выпуска будет то же самое тот же метод но только уже другие монеты будут медные монеты царские затем будет серебро тоже отдельным выпуском и все вы это узнаете а также попробую монеты 61 года которая до сих пор не знаю как чистить их если у вас есть какие-то варианты приходит в личку много различного рода но я их все перепробовал и к сожалению меня они не устраивает и они мне не подходят также не подойдут и вам ну давайте не буду долго разглагольствовать потому что как меня просили что я якобы вне эфира чищу возможно я подбрасываю монеты уже чистые хорошего сохрана вот придется мне сегодня снова запилить видеосюжет именно от начала до конца на столе я приготовил именно все то чтобы мне не отлучаться куда-то в сторону а то опять начнутся критика хейтеры что якобы я куда-то убежал вне эфира почистил все я приготовил на столе что мне понадобится вот даже камеру поставил на штатив чтобы освободить руки потому что неудобно снимать и тем самым еще и чистить ну что давайте сразу к делу к делу так сейчас ребята все это мне нужно вот так вот так монеты в последнюю очередь поближе камеру преподнесу понадобится емкость которая будет у нас жидкость повторюсь будет электролиз вода соль тоже приготовил щеточки вот они щеточки это стальная щеточка и латунная сегодня будем наверное стальную работать также понадобится вода и малюкс отсюда я как бы отхожу потому что у нас бы как бы здесь не кислоты чтобы пользоваться содой так что пималюкс меня устраивает она структура более мелкая и как бы качественные ну и все на этом и все прибор возьму телефон чтобы включать секундомер чтобы все было наглядно для этого нам понадобится вода естественно я беру теплую воду это для того чтобы соль сразу у нас поскорее растворялась беру полторы ложки соли так полторы да вот так вот и все это дело размешиваем если кому интересно у меня на прошлом видео было знаете такая дискуссия где меня критиковал один товарищ это канал фортуна я понимаю если бы был бы какой-нибудь диванный копатель или диванный какой-нибудь нумизмат но факт том что этот человек сам копает и я не знаю включает грубо говоря дурочку ребят но я не знаю как может быть копатель который копает уже не первый год и не верить тому что у меня происходит во время чистки не знаю не знаю вот но огромное спасибо что у меня поддерживает и все понимает что у меня происходит так по монеткам по монеткам давайте я так фокус фокус мокус прибавлю взял также монетки монетки именно сохрана хорошего сохрана и монетка плохого сохрана то есть зеленая блин вот неудобными так снимать неудобно хоть убейте хоть убейте сейчас я вам поближе их покажу хорошего сохрана монет ребята я просто вижу по рельефу что монетка достаточно хорошая просто на ней различного рода загрязнение разного цвета и окраса кое-где проглядывается зеленка то есть есть окислый зеленый но в целом монетка очень хорошая и я думаю результат будет шикарный также я взял монету отвратительного сохрана как вы видите на ней под зеленкой проявляется коррозия проявляются раковины и монета очень плохого такого внешнего вида и я не сомневаюсь что под ней будут у нас язвы когда зеленка уберется на монете будет язва здесь вот еще хуже кое-как проглядывается рельеф вот это монеты копаны возможно даже шурфа на шурфе в основном всегда встречаются такие монетки а лесной сохран полевой сохран в основном верховые сигналы именно такие сегодня медно-никелевые монеты и посмотрим на результат вот такие две монетки я думаю много времени у меня на чистку не уйдет на эту монету уйдет порядка наверно пяти минут на эту наверно где-то если все вместе взять то где-то наверно полчаса 40 минут вот так что все сейчас постараюсь включить все сначала и до конца будет у меня работать не латунь как вчера сегодня будет работать остальная щеточка очень мягкая очень нежная так что посмотрим даже останутся царапины или нет потому что некоторые говорят что царапины остаются но если переборщить усилия сильно делать то возможно у меня по крайней мере на практике нет также обычный трансформаторный блок питания вольтаж здесь не обязательно потому что нужен ампераж сколько именно не знаю говорят даже подходит обычная телефонная зарядка провода я нарастил потому что они подгорают вот видите провода но я их нарастил и сделал такие более-менее твердые на одном конце у меня будет обычная скрепка на другом будет обычный железный гвоздь вот но сейчас давайте я включу все это дело ну чё камеру все включили и теперь поехали гвоздь сразу в емкость погружаем ложим его с краешку вот и на другой конец мы устанавливаем нашу монету вот и забрасываем все это так чтобы вам было все наглядно уж извините стараюсь не для себя а для вас так вот надеюсь будет вам все видно визуально но фокус я сейчас еще включу прибавлю так монетку надо погрузить полностью все хорошо пойдет и теперь блок питания в сеть и вы сейчас все посмотрите также возьму включу секундомер и мы с вами посмотрим за сколько у нас почистится данная монета так секундомер где он у меня секундомер секунду ребята не часто пользуюсь этими вещами секундомер все секундомер как вы видите вот он сейчас изображение увеличу вот видите да запустил время пошло и вставляем это дело в сеть процесс должен быть мгновенный как вы видите пузыри сразу пошли от скрепочки от монетки будет немножко попозже в связи с тем что монета немножко загрязненностьями и это все должно пройти через монету все видите пошел процесс от монеты все хорошо дело пошло придется тоже на ускоренке ребят включать ускореночку включать глава как и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И отключаем мы нашу монетку от сети. Нужно периодически смотреть с интервалом 3-4-5 минут и смотреть, что происходит с монетой. Что у нас получилось на данный момент? Так, берём полотенчика. Потому что дело грязное. Достаем монету. Как вы видите, она у нас подчернела, потемнела. Видите, да? Выглядит как. Так, вынимаем, очищаем. И я думаю, ей будет достаточно. Смотрите, как монета выглядит. Видите, да? На ней больше болячек никаких нет. Загрязнений тоже нет. Как я определяю, есть ли какая загрязнённость? Я просто мочу монету. И под углом смотрю. Есть ли что. На просвете, когда свет отражается от монеты, можно увидеть болячки. И затем смотрим, стоит ли её дальше чистить. В данный момент я как бы визуально не наблюдаю больше никаких болячек. Да, монета пойдёт. Зачёт. Вот. Убираем её в шорну. И чтобы немножко ваше время сэкономить, заряжаю монету. Новую. На неё уйдёт больше времени. Больше времени уйдёт. Так что секундомер я, наверное, тоже сейчас включу, чтобы вам сказать, за сколько времени почистится эта монета. Так, секундомер. Так, сбросить. И начать заново. Видите, да? Секундомер пошёл. Ну, а за это время я пока буду с вами... Так, надо попробовать её. Вот, гвоздь немножко пойдёт. Вот. И теперь давайте я перемещу камеру на сам процесс. Чтобы вы видели мои действия, что я буду дальше делать. А то не верит мне ни фига. Не верит. Ладно. Так. Меня не видно, и это не важно. Так, дальше я что беру? Беру я, пожалуй, миску с водой. Мочу монету. Мочу монету. И снова проглядываю. Есть ли что? Вроде нет. Протираю. Протираю. И прохожу. Обычный, смотрите, заметьте. Стальная щёточка. Я прохожу, и она становится такая блестящая. Ну, как блестящая. С небольшим эффектом родной, как бы, патины. Кто-то, может быть, её оставит и такую. Потому что у каждого есть свой вкус. Как выглядят монетки. И монетка, в принципе, уже заиграла новыми красками. Какая она была до этого, и какая она сейчас. Многие уже могут оставить её. Конечно, картинка будет не очень красивая. Потому что, как бы, у меня оператора нету, чтобы этот всё процесс снимал. Как он меня критиковал, что про 10 рвок ты мог бы и не говорить, и всё прочее. Ну, просили одним кадром. Смотрите. Ну, вот смотрите. Монетка сейчас выглядит вот так. Видно вам хорошо? Нет? Вот так монетка выглядит. Красиво. Уже красиво, ребят. Уже можно её в таком виде оставить. Затем, что я хочу её, чтобы она была идеально белая. Я её при помощи пемалюкса. Ребята, пемалюкс. Потому что у неё грани более мелкие, чем у соды. Сода, она, как бы, требуется для гашения кислоты. В данном случае мы работаем не с кислотой. И, как бы, нам это дело не нужно. Так, монетку мы прошлифовали. Вернее, ну да, прошлифовали при помощи. Вот. И что хочу сказать. Та чернота, которая осталась после щёточки, она стала белой. Смотрите. Она стала беловатой. Видите, да? Беловатая. И здесь тоже. Небольшая такая, такой оттенок красноты имеется. Видите, да? Что я дальше делаю с этой монетой? Кто-то, может быть, и это не понравится. Но я хочу сказать, что если людям нравятся монеты идеально чистенькие, идеально новенькие, чтобы она была супер-супер-супер, вы её можете полирнуть. Ничего страшного. Я использую обычную пасту Гоя в камне. С жидкой мне не нравится, потому что он разлетается. И беру обычную машинку, бурмашинку. Ну всё, ушло на полировку. У меня где-то, наверное, минуту. Не больше. И монета готова. Прохожу я её ещё раз с Pemalux, чтобы вычистить. Бывают такие моменты, когда, некоторые говорят, забивается грязь. Мы это дело убираем при помощи Pemalux. Можно щёточкой пройти. Ничего страшного. В принципе, монетка уже готова. Я её даже сейчас, после полировки, пройдусь стальной щёточкой. Чтобы вы потом посмотрели, есть ли на ней царапины. Ну, я чуть попозже вам ещё покажу макросъёмку поближе. Потому что на дальнем расстоянии вы не увидите, есть ли царапины или нет. В принципе, монетка готова, ребята. Всё, монетка готова, чтобы она у вас появилась непосредственно в альбоме. Потому что монета, смотрите, какая получилась. Так, не знаю. В таком ракурсе, наверное, вам трудно будет показать. Вот монетка. Вот такая вот. Ладно, покажу вам её тогда-потом. Потому что время у нас подходит. Уже секундомер показывает 8 минут. Видите, да? 8 минут монетка. Останавливаю. Стоп. Выключаю. Питание. Достаю нашу подопытную монету. Так. Зелень отвратительная, ребята. Ой, а какая она? Ой-ой-ой. Гадость. Гадость. Чистится она, конечно, не очень хорошо. И мы будем, конечно же, помогать процессу чистки. Вот смотрите, как она сейчас выглядит. Недостойно. Некрасиво. Мы начинаем обрабатывать стальной щёткой. Тем самым помогать монете. Чтобы окислы побыстрее сходили. Как сильно нужно надавливать на щётку? Ну, вы должны понимать. Силу свою должны рассчитывать. Если, конечно же, экспонат очень дорогой. Бывают монетки. В данном случае мы чистим год. К сожалению, я сказать не могу, какой год. Но есть монетки, такие как 34-й год. Это очень дорогие монеты. И уже здесь нужно более аккуратнее работать с ней. Вот. Первый заброс. 8 минут. И монетка выглядит вот так. Ну, я бы не сказал, что суперски что-то произошло. Самое главное, что монета вступила уже в реакцию тем, что основной окисл отошёл. Сейчас монета будет чиститься быстрее. Потому что соприкосновение скрепки с чистым металлом с монетой уже получше. Получше. И это как бы всё хорошо. Так, процесс пошёл. Секундомер. Снова запускаем. Продолжить. Итого 8 минут уже монетка чистится. Как я вам сказал, эта монета будет чиститься порядка 30-40 минут. 10 из них уже у нас есть. Так что, ладно. Смотрим на красоту. На прелесть этой гадости. Так. Вот она какая у нас красивая гадость. Бяка. 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 Ну что, за это время, что мне с вами? О чём поговорить? Даже и не знаю, ребята. Не знаю. Смотреть вот это неинтересно. Буду ускорять всё это дело, конечно же. И прослушивать музыку. Так что, смотрим, слушаем, наслаждаемся. Кто-то мне писал, что от музыки уснул. Но, всецело, видео понравилось. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ребята, давайте посмотрим на время. Сколько у нас прошло времени с момента. 15 минут. Можно, конечно, ещё держать, но я хочу ускорить. Каким способом, каким способом я ускоряю, просто-напросто достаю монету, снова прохожу щёточкой, вот, и тем самым ускоряю, экономя ваше время. Монетка также чёрная. Монетка также чёрная. Проходим. Результат конечной уже есть. Прохожу щёточкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, уже проглядывается чистый металл. Зелёнка до сих пор присутствует. Самое главное, чтобы эта зелёнка не подъела металл. Если подъезд, то результат будет не очень интересный. Год. Ну-ка, 32-й год. 32-й. Жалко, что не 34-й. Так, с этой стороны от зелёнки мы практически избавились. Зелёнка осталась, вот, смотрите, небольшое количество в виде чёрных таких вот очагов. И это зелёнка. Краснота, это выявляется небольшое количество меди, так как монета у нас является медно-никелевый сплав, и медь всё-таки проявляется. Хоть я и говорил, что под этим средством краснота не проявляется, как обычно, при помощи химии. Вот. Здесь как бы ещё более-менее. Так, одеваем снова. Погружаем. Секундомер. Эх, у нас секундомер. Ёшкин код не отключал я. Ну, ладно. Включаем и снова смотрим. Где у нас монета? Под этой гадостью её практически не видно. Только можно её ощутить визуально по наличию пузырьков. Где-то находится в этой жиже. Где-то здесь наша монетка. Кто-то художник, он виновёт тяпится кíd нестаниями пузырьков. Болёд! Щiba-то только остальные с Mt. КОНГ. Тяпитесь к видider. Господь дес. Он док殺 меня. Что-то настолько полезно겠23, но всех хорных или и одевых гадостей, вы Karti판aten. И снега- Cheese. итак ребята ну пускай пока чистится камеру отключать не буду давайте я с вами пообщаюсь на эту тему именно на этот момент так камеру так видно меня хорошо пойдет камеру немножко сюда метод ребята очень хорош вот чистит практически все монеты в некоторых случаях даже оставляется родная патина это тех кто любит родную патинку может именно таким образом как я привел в порядок вот эту монетку изначально я вам показывал вот щеточкой прошлись и все на ней остается такая знаете темнота темнота такая знаете ну как эффект старины можете оставить так вот я как раз сейчас вам показываю видео сюжетик вырезку можете и так оставить что касается медных монет которые вы увидите завтра я тоже буду медные монеты чистить и вам тоже промежуток покажу что монеты можно оставлять и вратной патине метод хорош им пользуются даже археологи но сами понимаете археологи ученые они знают толк в чистке вот но у них немножко конструкция сложнее там знаете решето все под электричеством у меня просто гвоздь и скрепочка у них это все как дуршлаг в общем можно тоже запилить по поводу этого как они чистят каким-то мероприятием тоже вот но вы меня наверное спросите сами почему если ты говоришь что метод очень хорош почему ты от него отказался я этим методом чистил порядка двух-трех лет когда начинал этим заниматься меня все устраивало сохран монет тоже устраивал после чистки но для меня как я стал больше копать больше находить и чистить одну монету как вы видите в течение 40 даже бывают и около часа просто для меня этот метод не подходит и я ищу новые методы с которыми я с вами делюсь для меня сейчас самый оптимальный вариант это преобразователь ржавчины нейтрализатор ржавчины которые основаны на ортофосфорной кислоте вот многие мои подписчики одобре одобрили этот метод тем что им все нравится все хорошо это означает что что кто этим методом пользуется у того руки есть из того места растут вот но есть конечно критики которые говорят что убивает нет ребята ортофосфорная кислота монеты не убивает также не убивает щавелевая кислота этот метод у меня чистки тоже есть но немножко слабее чем ортофосфорная вот и я всем рекомендую советую чистить ортофосфорный если вы не пробовали хотя бы посмотрите на результат на видео сюжеты где я это все делаю если вам понравится как выглядит монетки вы конечно можете попробовать ничего страшного я общался с учеными ну как учеными с лабораторными работниками и они мне сказали что да действительно ортофосфорная кислота сам металл не трогает она работает только на зеленке то есть на окислых вот с которыми мы сейчас вот и боремся при помощи прям электролиза вот так что имейте ввиду если монета зеленая вы не думаете что после чистки она будет шикарно после ортофосфорной кислоты после электролиза зеленка сойдет но это зеленка сами знаете что это вот это окислы которые проникают в металл и его выедают зеленка убирается и на месте где была зелень остаются кратер болячки это означает что монета была убита небами а именно этой зеленкой так что вот так вот но немножко с вами время скосил чистится уже 24 минуты 24 минуты я вам говорил что будет 30 40 минут сама чистка вот так что я даже не знаю сейчас я получил посылочку посылка будет тоже вскрыта но уже отдельным видеосюжетом она будет так кто-то звонит ладно и так ребята пообщался я вот сказал что перезвоню в общем разговаривал я сейчас со спонсором со своим вот как вы знаете у меня есть небольшой спонсор который мне помогает в чем-то я сейчас пытаюсь открыть группу именно по продаже металлоискателей основная масса конечно же всех ссылок будет исходить на этого спонсора shop detect вот но также я тоже хочу уже начать помогать начинающим кладоискателем именно самарским и помогать им в приобретении приборов начального уровня это такие как аска 250 так что в ближайшее время у меня появится в продаже самарчане можете напрямую у меня брать конечно же цены будут ниже чем у всех элитных магазинов там мд регионы и так далее вот так что имейте ввиду в ближайшее время откроется этот магазин я уже группу создал можете заходить в эту группу сезон как бы уже начался многие начинают копать так что имейте ввиду группа называется shop detect 63 рус вот так что имейте заходите возможно там скоро появится самарчане продукт можете брать у меня вот а в основном сейчас можете обращаться в shop detect там ссылочки все имеются москвичи также могут приезжать это именно в магазин и в этом магазине приобретать так что имейте ввиду ну что давайте наверное не буду вас долго томить достану я эти монетки основной принцип я вам показал именно вот на этой монете вот так что все остальное я буду делать и с этой монеты без исключений все то же самое чистка при помощи щетки пимонет люкса и итог последний я буду монету полировать при помощи пасты гоя и войлока конечный результат сейчас вам продемонстрирую так что я думаю челлендж состоялся и те критики которые говорили мне до этого что сделай запили одним видео сюжетиком вот я это сделал на принципе этой монеты видели сохран и что получилось вы сейчас все увидите и этой монеты в ракурсе фокуса и той монеты тоже самое и посмотрим как вам нравится как я почистил убитую монету в зеленке и монета которую нормальным было внешнем виде вот так что смотрим на результат и так ребята жидкость у нас вот такая вот секундомер показывает вот так вот 43 минуты как я и говорил 30 40 минут уйдет на чистку но чистка еще не закончена после электролиза монета выглядит вот так то есть имеется какие-то знаете темные пятна красноватые вот зеленка конечно взяла свое красные пятна остались и сейчас я все это дело буду полировать убирать эту красноту пользовались мы после того как вынимали из жидкости при помощи пима люкса вот счищали всю грязь хочу обратить внимание ребята обязательно вычищайте всю грязь всю черноту с монеты надо удалять после этого только стоит полировать сейчас монет у нас чистая как вы видите грани монеты не съедены то есть средства металл не трогал сейчас полирну и покажу конечный результат что у меня получилось ну что ребят пришло время вам показать то что у нас получилось вот на монетка она у нас чистилась всего несколько минут и в принципе хороший бодрый внешний вид в общем как новая как будто только из-под станка что касается другой монетки она у нас была очень очень сильно зеленая и естественно зеленка свое дело сделала но монету мы почистили и теперь она вот выглядит вот таким вот образом вот такая была зеленая монета сравнение я вам привожу какая была и какая стала я думаю неплохо и так ребят на этом я и буду заканчивать свой видео связано с чисткой монет не обессудьте видео получилось длинные но что просите то я вам показываю заходили онлайн с начала и до конца чистки к сожалению видео получилось длинным но просили заказали вот получаете надеюсь осуждать сильно не будете метод работает принципе нормально вчера мы числили алюминистой бронзы получилось шикарно сегодня числе медной никелевой монеты получилось тоже неплохо но появляются красные пятна вот завтра планируем медь послезавтра если получится будут выходные потом будет серебро и в итоге наверное буду пробовать 61 года посмотрим что получится алюминистой бронзы тоже и медный никель цинк тоже так что я думаю все таки ближайшее время я найду метод как чистить монеты 61 года так что на этом все всем пока кому понравилось пальчик вверху подписываемся если кто только забрел на мои видео сюжеты у нас очень много интересного копаем клады находим потеряшки также чистим это все ходим по чердакам подвалом сталки устраиваем в общем все у нас классно очень много обучающего пособия для начинающих кладоискателей так что заходим на этом и все всем пока до новых встреч